Как вас занесло в банкиры? Уже такой был романтический период российского бизнеса. Было весело, смешно. Нравится выдавать кредиты круглосуточно, это звучит интересно. Все такой не классический акционер, у вас нет яхты, нет самолета. Нет самолета, нет дачи. Говорят, что вы, разочаровавшись в росте розничного кредитования, решили банк продать. Мы присоединимся в Сбербанк и сразу все продадим в росте. Пока мы еще не умеем действительно предоставить возможность покупать в рассрочку клиентам всех банков. Мы это сделаем. Всем добрый день, это Forbes Capital. Я Елена Тафанюк. Сегодня мы говорим со владельцем Совкомбанка Сергеем Хатимским. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я прочитала в рост очень интересную статью в нашем журнале. Там было написано, что вы на заре своей карьеры занимались кино. В частности, продюсировали фильм ДМБ. Да, было такое. А также хотели снять полукьянинг и ночной дозор. Предлагали слоган «Москва вампирская». Как вас занесло в банкиры оттуда? Да нет, наверное, обратный процесс. Правильно спросить, как меня занесло в кино. Как вас занесло в кино? Ну, это уже такой был романтический период российского бизнеса. Можно было заниматься чем угодно. И, в принципе, все получалось. Кино в полном было разрухи, в упадке. Не снимал никто ничего. Там фильм ДМБ обошелся в какую-то сумму, наверное, один процент от бюджета нормального фильма сегодня. Тем не менее, было весело, смешно. Мне не повезло. У меня первый фильм оказался прибыльным. Если бы он оказался убыточным, я бы сразу завязал. Помимо того, что я снял ряд менее удачных коммерческих точек зрения фильмов, еще какие-то явно хорошие вещи. В итоге я отказался от них. «Бумер» не снял. «Лукьяненко» не снял. «Возвращение» не снял. Все сценарии, которые ко мне попадали, и по тем или иным причинам. Где-то было нерасторопно, где-то мне не понравилось. А вы жалеете, что вам «Лукьяненко» не отдал сценарий свой? Я не жалею. Может быть, я сейчас был бы продюсером, но мне бы это точно меньше нравилось. Все-таки банк – это гораздо интереснее. Там, во-первых, это было закономерно, потому что я уже был сконцентрирован на «Софтком банке». А во-вторых, это, ну, наверное, это правильно. А то бы я в этом еще, то туда побежал, то сюда побежал, что много лет бы продлилось. Поэтому я когда оценил, ну, скажем так, что требуется фокус. Ну, это интересный этап. Он мне даже, он обогатил мою эрудицию. Вы сказали, что банк гораздо интереснее, чем кино. Мне кажется, сейчас вот 90% наших зрителей с вами не согласятся и очень удивятся. Наверное, когда у человека появляется дело в жизни, то оно по определению для него интереснее, чем все остальное. Какого в банке интересного? Ну, надо, во-первых, начать с кино. Я же не режиссер, там, не сценарист. Я все-таки продюсер – это такой же предприниматель. У него все-таки не совсем творческая профессия. Она такая достаточно рациональная. Она, наверное, ближе к творчеству, чем, может, профессия банкира. Но все-таки это рациональное ведение бизнеса. Банк дает возможность быть знакомым с огромным количеством индустрии. В банке ты знакомишься с тем, как работает не только твой бизнес непосредственно, а практически вся экономика. Ты в этом смысле действительно можешь очень разнообразно и разносторонне пополнять и свою жизнь какими-то интересными знакомыми, интересными, может быть, кейсами, которые компании, что с ними происходит, чем они живут, как живет экономика. Сложно придумать себе работу, в которой больше всякой интересной информации и событий вокруг тебя происходят. Кстати, я читала ваше интервью «Ведомостям», и там сказали, что вы, в принципе, я сейчас вольно пересказываю, живете работой только. Ну да, это правда. И ничего вас за пределами работы не интересует. Ну нет, это так я там не говорил. Наоборот, даже говорил, что хобби нет. Но действительно, больше удовольствия для меня, чем поработать, не существует. Если у меня есть свободное время, то лучшее, на что можно его потратить, это поработать. Сколько времени вы проводите на работе? В рабочие дни где-то 12-14 часов. Выходные поменьше. Это как вы художника спросите, сколько часов в день вы работаете с сочувствием. Видите ли, в чем дело? Рисовать, писать или, допустим, сочинять заметки, как у нас, или еще что-то на историю. А нравится выдавать кредиты круглосуточно, это звучит так интересно. Я к этому отношусь как к ремеслу. Представляете, вот гончар делает горшки хорошие. Наша задача делать хорошие кредиты. Причем мы же делаем очень разные вещи. Мы, например, производим продукты розничные. Там одна ситуация, это работа с большими данными, со статистикой, с большим маркетингом. Мы работаем с крупнейшими компаниями, там кейс-бай-кейс, надо вникать в детали каждой истории. Человеку вообще надоедает что-то делать, когда похожая рутинная работа одно и то же происходит. Но у меня есть привилегия, я могу заниматься в банке тем, чем я хочу, а не тем, чем мне сказал начальник, делай вот это. И, наверное, тоже причина, почему мне это не надоедает и нравится. А вы микроменеджер или нет? Ну, давайте так скажем, я люблю сам управлять, то есть я не акционер, который, там, вот, пришел, посмотрел, там, как-то бизнес работает, все хорошо. Нет, я люблю сам управлять бизнесом непосредственно. Мне это нравится, я каждый день хожу на работу и занимаюсь. А слово микроменеджер обычно используется в негативном смысле, в том смысле, что там, какими-то деталями сам, там, с утра до вечера. Нет, у меня достаточно широкое делегирование, я менеджер. Я осознаюсь, наверное, в большей части менеджером банка и только во вторую очередь акционером. То есть вы такой неклассический акционер, у вас нет яхты, нет самолета. Нет яхты, нет самолета, не интересно. Вы там не строите какие-нибудь дачи, как Тинькофф? Нет самолета, нет дачи, да. Я не, как бы, не то что прибедняюсь, просто мне интереснее мои деньги вкладывать в мой бизнес, смотреть, как он развивается, что с ним происходит. Я не очень много потребляю. Вы можете сказать, что вы скромный человек в этом смысле? У всех же разные стандарты скромности. Мог бы быть менее скромным, мог бы себе позволить быть менее скромным. Вы вкладываете все заработанное в бизнес по-прежнему? Ну, почти все, да. Какая цель? К чему вы идете? Ну, это вот западный такой подход, какая-то цель должна быть. Ты куда-то идешь, там должна быть цель. Есть восточный подход, просто путь нравится, поэтому и идешь. У меня нет никакой конкретной цели, мне просто нравится делать работу свою ежедневную. Чтобы она была более разнообразной, интересной. Ну, как бы, что такое вообще для нас, что такое деньги вкладывая в банки? Когда у нас растет, например, капитал в бизнесе, мы там что-то заработали, оставили деньги в бизнесе. Для банкира капитал это как станок. У нас есть станки, мы их загружаем какой-то работой. Можем туда привлекать депозиты, это как наше сырье. Можем выдавать кредиты, это как наш продукт, который мы продаем. Но для этого нужен капитал. Поэтому, ну, как бы, можно промышленнику, который с утра до вечера на заводе болеет своим производством, будет он отказываться от каких-то новых интересных станков, на которых что-то можно, еще какую-то кулибинщину такую, если тебя это драйвит, сделать? Ну, конечно, не будет. Я, оставляя деньги, заработанные вместе со своими партнерами в бизнесе, так развлекаю себя, мне так становится интереснее работать. А что вас драйвит больше всего, когда вот, ух ты, здорово получилось? Драйвит? Ну, когда вот ты что-то такое сделал, ты value понимаешь, что вот какая-то твоя деятельность, вот ты что-то делал, 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 и дальше вот чувство value созданного, просто прибыль или какое-то конкурентное преимущество созданное, когда ты понимаешь, что ты будешь его эксплуатировать долго. Иногда даже, допустим, себе ничего не заработал, но ты реально кому-то помог. Меня однозначно заряжает, когда, я понимаю, что огромное количество людей, которые у нас работают, в том числе там в очень небольших городах по стране, для которых их действительно такое, ну, их жизнь по-другому идет, благодаря тому, что они у нас работают, они больше зарабатывают, им интересно, им это нравится, они понимают, что они тут намного-много лет вперед. Когда вижу таких внутри фанатиков банка, особенно не москвичей, я их, простят меня москвичи, больше люблю наших ребят из регионов. Соперничество. Я не знаю, обогнать Тинькова. Нет. Догнать Сбербанк. Нет, мне нравится. Вы же предприниматель. Предприниматель – это не тот, кто хочет какую-то занять строчку где-то. Это же не обязательно. То есть у меня какая ситуация? Например, я понимаю, что у нас есть какой-то конкурентный недостаток, и вот надо его как-то что-то такое сделать, чтобы его не было. Это меня заряжает. Почему? Потому что, на самом деле, мы зарабатываем достаточно много, и мы можем во всяких строчках рейтингов помериться, кто там где что больше, у нас кого эффективнее капитал с многими коллегами. Но я в основном, как считаю, что причина нашего успеха, она от страха в основном. Страх плохо сделать. Потому что если зарабатываешь мало, значит, ты ненадежная организация. А мы себе никак этого не можем позволить. Мы работаем с огромными средствами людей. Для нас, как бы, если ты в тучные годы мало зарабатываешь, значит, потом на кресле тебя просто вымоет. Ну, как бы, давай, до свидания. А вы чувствуете ответственность перед вашими вкладчиками? Прямую ежедневно, безусловно. Ну, это как... А она трансформируется вот в такое же поведение. Альфа известна своей очень большой жесткостью. Они всегда говорят, что а что вы хотите от нас? У нас вкладчики. Мы за их деньги отвечаем. Я за здравый смысл. У нас задача какая? Сделать так, чтобы активы, которые у нас есть, они наилучшим образом давали отдачу. Когда возникает проблемный кейс, там бывает по-разному. Там иногда лучше заемщикам найти какой-то win-win. Иногда, соответственно, нужно действительно проявить максимальную жесткость. Тут у каждого банка своя стратегия. Мы не пытаемся позиционировать себя как самый жесткий банк. Наоборот, мы пытаемся позиционировать себя как банк здравого смысла. Если будет win-win какой-то со стороны заемщика предложен, мы спокойно на него пойдем. А если не будет, тогда можем быть очень жесткими. А вы случайный человек в банковском деле вообще? Сейчас вот. Ну, мы же когда начинали, мы начинали в такое время, когда не было ничего, никакого капитализма, можно было что угодно начать. Сейчас не знаю, кем надо быть, чтобы стать банкиром с нуля. Но когда мы начинали, было не так. Поэтому случайный, ну, в какой-то степени. Мы когда купили банк, мы хотели его просто перепродать, там чуть-чуть, подшаманив, как сейчас говорят. Но застряли. Застряли, да. Поэтому в этом смысле, может, случайно. А с точки зрения того, что я 17 лет одно и то же делаю каждый день. А вот за эти 17 лет были ли какие-то ситуации, которые вам очень сильно запомнились? Мне, например, поразило то, что вы смогли заработать на дефолтных бандах русского стандарта. Да, но это, может, там иногда путают. Это вот не те, которые в 2014 году там, на них там люди действительно потеряли и уже ничего не вернут. А это, которые в 2008 году были, не субординированные, а сеньорные банды. Ну, в принципе, да. Почему они там столько стоили, я уже сейчас не вспомню. Но они реально по 20-30 копеек покупали и действительно много заработали. Что запомнилось? Ну, конечно, кризисы все запомнились. Потому что кризис, да, такой, действительно яркий. Они все разные. Сейчас пятый прошел. Они все, с одной стороны, чем-то похожи. То есть есть такие некие паттерны одинаковые. А с другой стороны, каждый абсолютно уникален. Возникает по своим причинам. Не такие дают последствия, как другие. То есть есть всегда какая-то особенность, поэтому их предсказать нельзя. Кризисы запоминаются. Все хорошее, оно сливается в одно какое-то такое. Какое было самое тяжелое решение? Самое тяжелое решение? Ой, я могу рассказать не про тяжелое решение, я могу рассказать про неправильные решения. Про ошибки. Ну, в этом году, например, когда началась коронакризис, я зачем-то взял с дуру, подрезал расходы на рекламу. Вот, ну, как бы, такое ошибочное, однозначное решение. Причем, мне вдвойне обидно, потому что я там, несколько месяцев до этого, был на большой конференции. В Америке Джей Пи Морган проводит ежегодно такое 100 CEO из разных стран, один человек от банка, и Джейми Даймон, это CEO Джей Пи Моргана, рассказывал про некоторые какие-то свои принципы, и в том числе сказал так, что в кризисе надо не уменьшать расходную рекламу, а увеличивать. Объяснил, почему, потому что, ну, как бы, конкуренты чуть замолкают, там, наоборот, для людей это еще более важно, они запоминают и так далее. Я сидел и думал, какая вообще здравая идея, какой вообще он молодец, и какая правильная, надо обязательно взять себя на вооружение. И проходит там 4 месяца, и что-то у меня, короче, какое-то помутнение, рассудка, я, ну, там, потому что, ну, как это, страх, по инерции, да, так, надо сделать антикризис, на раз, два, три, четыре, пять, да, там, порезал, причем какие-то в том числе важные носители и каналы продвижения, ну, об этом жалею. А вы, кстати, очень быстро росли, вот я посмотрела за последние годы, там, за два года, в два раза что-то выросли. А мы всегда росли с той скоростью, с которой станки прибывали. Вот мы поговорили про то, что капитал, это наши станки, то есть у нас проблемы, мы могли бы, наверное, быть в три раза больше, нам бы хватило идей, что там делать, но тогда бы капитал должен был быть в три раза больше, и моя доля была бы в три раза меньше, потому что у меня нет в два раза больше денег еще положить, а мне это тоже не хочется, то есть у меня, у брата, у Димы Гульс, то есть люди, которые основные акционеры банка, они не хотят, чтобы доли размывались, мы ничего не хотим продавать, нам нравится все, как сейчас есть, поэтому мы растем с той скоростью, с которой зарабатываем. Ну, когда удачные годы, и мы хорошо зарабатываем, тогда растем. Ну, плюс у нас еще, там, чуть побыстрее мы выросли, потому что у нас появились новые акционеры, в 18-19 году, восточные фонды, Ближний Восток, Китай, Япония, Российский фонд прямых инвестиций вошел в капитал, нам чуть подрос, у нас, соответственно, капитал, появился в одном, что так, дополнительно будет скачать, что ли, вот. Зачем вам вот эти были, просто для того, чтобы подрасти еще? Зачем вам РФПИ иметь с этими, какими-то, честно говоря, мне кажется, мифическими инвесторами? РФПИ? Нет, точно, рыночный, на самом же продъем. Это, ну, как сказать, тот, кто не сталкивался, ему тяжело это понять, я сам вот не верил, я был уверен, что это бюрократическое. А в это никто не верит. Ну, понятно, да. Даже сейчас я скажу, и все равно потом все никто не поверит, но тем не менее, то есть, я был уверен, что это какая-то бюрократическая, обычная, чиновническая структура, оказался абсолютно бизнесовый подход, действительно, нормально можно садиться, договариваться, вырабатывать какие-то решения, они драйвят вот весь этот консорциум. Я даже не уверен, что, например, мы привлекли бы какой-то фонд европейский, там, американский, что было бы настолько же комфортно и понятно. Потому что, с одной стороны, они люди полностью рыночные, а с другой стороны, у них как бы есть такой мандат от государства быть рыночным фондом, а не чиновниками. А с другой стороны, ментальность к нам ближе, нам проще, потому что у нас был период, когда у нас были европейцы, там, израильтяне, в большой доле владели в банке, мне сейчас нравится больше. А с ними комфортно вообще как-то взаимодействовать? Они просто сидят у вас в капитале и смотрят отчеты, или они пытаются вмешиваться в операционную деятельность, давать вам какие-нибудь ценные советы? Мы четко на старте проговорили некоторые принципы того, как мы управляем, и что мы решаем вместе, что мы решаем на оперативном уровне, и мы в этом процессе спокойно двигаемся. контроль он есть, но он разумный. В этом смысле нормальный инвесторский контроль, но это не что-то crazy, что там отчитайся за то, за это, туда нельзя, сюда нельзя. Они же должны, по-моему, по условиям, вы рассказывали об этом около года назад, по условиям же вхождения, выйти через какое-то время. Да, это при IPO, к вопросу зачем, то есть мы в принципе, у нас... То есть де-факто это бридж-кредит? Нет, ну не совсем бридж-кредит, еще раз, то есть когда ты хочешь пойти на IPO, и ты приходишь к инвесторам новым, которым должны участвовать, у них уже не будет прав сидеть в сайте директоров, какие-то специально оговорят условия, заключать акционерные соглашения, им важно, как до этого банк управлялся. Если там просто какой-то между собой основателей, то доверие чуть меньше, чем в ситуации, когда есть институциональные инвесторы. Поэтому у нас есть большая эта группа инвесторов, это в принципе все те фонды, которые сейчас инвестируют в Россию. То есть, ну да, есть некоторые наши старожилы, которые, несмотря ни на что, инвестируют американские, их сажают в тюрьму, они все равно инвестируют, но в целом американцы и европейцы сейчас сюда деньги не приносят, а вот арабы, китайцы и даже японцы, у них есть инвестиции в Россию, поэтому вот все, кто инвестирует практически сейчас, они все проинвестировали в Совкомбанк. Это хороший такой знак качества для нас при подготовке к IPO. Но IPO не ожидается в ближайшее время. Мы посмотрим, почему не ожидается. То есть, в этот год пандемии, он, скажем так, не был там, ну, первая его половина точно лучшим для... Но сейчас, вот смотрите, появились новости о вакцинах. Соответственно, инвесторский сентимент, он такой, что вот надо заканчивать с технологиями, давайте инвестировать в велье акции, а это нефть, это металлы, банки и там что-то еще. Ну, это вот тренд трех недель, вот, соответственно, за три недели быстро только кошки родятся. То есть, все-таки IPO — это процесс. Если этот тренд закрепится, потому что изначально, как раз в момент пандемии, что произошло? Банки очень сильно упали в оценках, и вот весь рост индексов, который мы видели, это все технологические компании, такие компании сиди дома. Поэтому, да, сейчас в целом для России есть окно, сейчас позитивное отношение к рынку, но пока еще не очень позитивное отношение именно к банкам в мире. Я не говорю, что про российские банки, но ситуация начинает потихонечку меняться. И мы действительно видим в финансовом секторе подрастают оценки, есть успешные размещения наших соседей, например, из Пазахстана. Я думаю, что ситуация вызревает. Поэтому сказать, что мы тогда-то пойдем на IPO — нет, пока нет такого решения, но мы верим в то, что в итоге банк должен быть публичным. Это просто еще один элемент его надежности и того, что он должен быть правильным банком. Поэтому мы это сделаем не потому, что мы хотим что-то продать или выйти, или нас тщеславят, а что мы на IPO. Просто это некий дополнительный правильный элемент того, как банковским делом надо заниматься. Но это капитал, чтобы расти. Мы будем минимально, если мы пойдем размещать... То есть не кэшин будет? Нет, если мы пойдем размещать, то это будет кэшин, но он будет... Мы постараемся не очень много акций продавать. Насколько я понимаю, тренды последних лет очень многие инвестировали в банки, в хорошие банки. Мы не берем там банки, у которых большие розничные портфели, именно в расчете на рост розничного кредитования. Не закончился ли он? За последние 5 тысяч лет не закончился, и, наверное, за следующие несколько лет тоже не закончится. В мире количество денег все время растет, соответственно, когда растут деньги, но инфляция же происходит постоянно во всех странах. Это естественный процесс, деньги печатают. Вот в Америке в этом году на 12 триллионов вырос уже долг в суммарные государства, компании, физических лиц. Ну и, соответственно, у нас в России тоже, если посчитать суммарно, ну сейчас государство одалживает, допустим, люди там чуть менее активно одалживали, хотя на ипотеке рост очень большой в этом году. Компании там крупные одалживают, средние меньше. То есть, ну везде как бы, но в целом, если посмотреть, то объем кредита он растет. И еще один очень важный момент, ну, Совкомбанк имеет там полтора процента долю рынка в России. То есть, для нас это вопрос, там, вырастет рынок, упадет рынок. Для нас вопрос, ну, будет капитал, ну, мы будем, если мы будем зарабатывать, мы будем наращивать свою долю рынка. Поэтому у нас хорошие компании должны в хорошие времена и в плохие зарабатывать. Мы вообще больше всего денег заработали на кризисах или сразу на выходах из кризиса. Я к чему все это спрашиваю, я вам сейчас про вас сплетню расскажу. Давайте. Говорят, что вы, разочаровавшись в росте розничного кредитования, решили банк продать. И никому иному, как ростеху. Ростеху? Хорошо. Промсвязь банку. Врут? Нет, абсолютная правда. Вот сейчас мы присоединим к себе Сбербанк и сразу все продадим в ростеху. Буквально на днях. Будет объявление, ждите. Сложно комментировать такие вещи. Да, они поступают периодически, не знаю, кому мы только, кто нас только уже не купил и не перепродал. Нет, мы не продаем. Причина очень простая. Я ничего другого делать не умею. У меня возраст не пенсионный. Соответственно, я жив, здоров, у меня руки, ноги, голова. Я хочу работать, поэтому, нет, мы ничего продавать не будем. Мы можем выйти на IPO, чтобы какие-то из акционеров, в которых заканчиваются фонды в сроки мандатов, или кто-то из акционеров захочет что-то продать в какой-то момент времени, свой какой-то маленький кусочек. Ради бога, для этого биржа хороший инструмент. Но глобально мы никуда уходить не будем. Я уж не знаю, если завтра позвонят с определенного номера, скажут, надо продать в Ростех, мы можем продадим, я не знаю, но если не будет. А такое может быть вообще в теории? В России, конечно, может. Я надеюсь, нет, мы в принципе как, в смысле надеюсь, что нас такая ситуация не коснется, потому что мы работаем нормально, по совести. Какие-то частные банки должны быть в России, успешные, тем более, это же хорошо в целом для банковской системы, для конкуренции. Но если завтра поменяется, мне не скажут, что все должны быть государственными. Значит, создадим ключи, спросим где-то, представим. Вы вообще сталкивались с такой ситуацией, когда вам звонят с определенного номера и говорят, что нужно что-то сделать, кому-нибудь дать кредит? Ну, в основном бог миловал, и в основном все-таки тут какая ситуация, у нас очень сильный регулятор, и он очень хорошо, хотя, не знаю, надо в мужском роде говорить или в женском, но регулятор нас очень хорошо защищает от таких ситуаций. То есть все-таки в этом смысле есть некий консенсус, что государство звонит с такими жесткими обращениями в государственные банки. А частные банки, они, ну, то есть понятийность, такой звонок, когда ты ко мне придет, то я, наверное, могу позвонить в центральный банк, сказать, вот у нас такая ситуация. Ну, все это знают, поэтому нет, таких звонков не поступают. Некоторые наши банкиры, которые обанкротились несколько лет назад, жили с мыслью, что они должны быть too big, too fail. И расти нужно бесконечно, тогда их точно спасут. У вас есть такое видение? Когда человек, ну, почти все свои деньги инвестирует в свой российский банк, значит, он все страновые риски от А до Я принял. Вот. И что такое спасут? Спасут, это значит, что заберут банк. Ну, надо вещи своими именами называть. Ну, разве можно как бы мечтать о том, что у тебя будет что-то такое случиться, что у тебя заберут банк? Поэтому нет. У нас такой, в принципе, мысли нет, так не работают. Как вы думаете, это вообще правильный взгляд на вещи или неправильный? Не, ну, есть какая-то ситуация, где тут есть замкнутый круг, который мне самому не нравится. Дело в том, что чем ты больше, тем действительно считается, что ты надежнее, потому что тебе придут на помощь, и у тебя начинают повышаться рейтинги из-за этого, не из-за твоего качества, а так называемые рейтинги с поддержкой у тебя начинают расти. Вот этот рейтинг с поддержкой, он тебе дает возможность дешевле привлекать, увеличивать какие-то лимиты, и тут получается как бы яйцо и курица. То есть дело в том, что чем у тебя выше рейтинг, тем у тебя больше получается конкурентных преимуществ, а размер влияет непосредственно на рейтинг и в обратную сторону. Такая проблема есть. Вот у нас, например, в принципе, вот и до того, к нашей системно-значимой кредитной организации признали, были одни из самых высоких рейтингов в России без учета господдержки и каких-то иностранных поддержек. Тем не менее, если мы посмотрели бы на рейтинги с господдержкой, было много организаций, у которых рейтинги существенно ниже наших, например, по качеству их самого бизнеса, но с учетом господдержки они оказывались выше. Ну вот сейчас у нас такого не будет, ГЭПР, соответственно, ну, получается, что нам хорошо. Ну, как бы это не только позитив, это большое бремя еще дополнительное чисто в финансовом плане, но тем не менее, вот оно так работает, то есть получается, что система сама как бы настраивает на то, что крупному немножко легче, чем некрупному. Ну, это чисто бизнесовая тема. Вот по поводу, что too big, too fail, что тебя спасут, ну, об этом никто не может мечтать, это глупость просто. Ну, я знаю таких людей, которые мечтали сейчас некоторые изникли. Наверное, если у тебя не банк вообще, какая-то там дыра, там условно, у тебя там капитал по отчету 100, на самом деле минус 300, то, в принципе, наверное, да, у тебя там единственная мечта, чтобы тебя спасли, чтобы клиенты деньги свои получили, и тебя там, да, не поймали в подворотне где-то, или не посадили. Вот, но, как бы, если у тебя нормальный банк, который, ну, банк-банк, то нет, безумие. Что вы думаете про модную тему экосистем? Вы сторонник или противник? У нас вот есть два лагеря среди банкиров. Я думаю, что у каждого есть своя, как бы, повестка и свои компетенции. Я верю в то, что деньги зарабатываются на компетенциях. Наверное, есть люди, у которых компетенции более широкие, чем банковское дело. В этом смысле, дай бог, он построит свои успешные экосистемы. Но есть люди, у которых глубокая компетенция в банковском деле. И я не отношусь к группе людей, которые считают, что компетенция в банковском деле перестанет приносить доход. Это не так. То есть, всем кажется, что мир поменялся, что-то такое там и так далее. Люди одалживают деньги друг другу и делают это либо хорошо, либо плохо в последние пять тысяч лет. И ничего не поменяется, потому что есть базовая потребность. Человек, который сберегает деньги, ему нужно положить деньги так, чтобы он в любой момент их мог использовать и абсолютно надежно. А человек, который одалживает деньги, он, соответственно, полежать на большой срок, просто так по звонку он никому ничего не вернет и еще он периодически не возвращает. Поэтому вот между этими двумя людьми, этими двумя базовыми потребностями должен находиться профессиональный посредний, профессиональный банк. Идея, что это там искусственный интеллект сделает, это все будет комодить, ничего не надо будет делать. Это обычно говорят люди, которые просто очень некомпетентны в области управления рисками. Это не значит, что банки не должны и не могут заниматься экосистемами. Это тоже вроде кажется, что это новая тема. Да нет, эти корпорации, которые многопрофильные, мультииндустриальные, это все старо как мир. Это идея заниматься всем, она же, ну, нам кажется, о, это какая-то свежая тема, нам сейчас показали два-три ролика. На самом деле, это тоже столетиями происходит. И корпорации, кто-то выбирает путь концентрации на каком-то одном бизнесе, а кто-то выбирает путь, давайте проинвестируем туда-сюда, везде там, будем искать, синергии. И иногда получается, иногда находятся синергии, а иногда происходит расконцентрация. Тут нельзя сказать, что стратегия хорошая или плохая. Можно качественно это сделать и хорошо, и заработать на этом много денег, а можно сделать бестолково и тогда потерять. Видите ли, в отличие от многопрофильных корпораций, экосистема, эта вещь закрытая. Ее вот ключевая характеристика закрытость. Я вот, например, не клиент Сбербанка. И я со своей карточкой Райф Айзена не могу зайти в отделение Сбербанка и снять там денег в банкомате. Он мне просто не дает. Тут у нас вот в этом проблема, что нам навязывают некоторые понятия, например, нам навязывают идею, что экосистема это закрытая вещь. Давайте посмотрим на крупнейшие экосистемы в мире. Они супер открытые. Что такое Apple? Apple это 100 тысяч разработчиков делают приложения для вашего айфона и вы, соответственно, ну как бы, не просто не закрыты тем, что делает Apple сам. Вы получаете все от всех, что такое Google. Это не система поиска информации, которую сам Google произвел. Это, соответственно, вам доступен весь интернет, чтобы быстро и хорошо в нем найти. Это настоящая экосистема в этом смысле. Когда мы там, например, говорим о социальных сетях, ну опять, это что такое? Это не они производят какой-то контент для нас. Это мы все друг для друга производим контент. То есть система многим-многим. И настоящая сильная экосистема и лучшие, и крупнейшие, самые мощные корпорации в мире. Это когда многие что-то делают для многих. Почему мы, например, в Совком Банке не идем путем большого набора каких-то сервисов? Мы делаем халву. Халва – это 200 тысяч магазинов, которые участвуют в этой программе. И мы абсолютно убеждены, что то, что 200 тысяч магазинов могут дать клиентам, ни один банк сам по себе никогда не даст. Поэтому мы, наоборот, строим вещь, которая абсолютно открыта. И мы приглашаем наших партнеров через нас предоставлять пользу нашим клиентам. Мы делаем это абсолютно открытым образом. И мы верим в то, что вот такие открытые платформы, когда многие делают для многих, вот за ними будущее. Поэтому идея закрытых вот этих – это как раз некая система. Это многопрофильная корпорация, которая говорит, что я тебе продам А, Б, Ц, Д, Е и, например, использует преимущество дешевого фондирования, преимущество сложившихся отношений с клиентом, известного бренда и так далее. Это нормальная стратегия, она понятна, но когда это называется экосистема, это не бесспорно. Что такое Амазон? Да, он торгует половину своим товаром, но это тем не менее сотни тысяч поставщиков, которые продают что-то через Амазон. У него нет барьеров. Там комбинация, там где-то есть, где-то нет. Я думаю, что Сбербанк в какой-то момент времени дойдет до того, что действительно сильная будет история, когда любой сервис сможет через вот этот канал Сбера дать что-то Сберовским клиентам. Пока вот они сконцентрированы на идее, что только то, чем мы владеем. Я думаю, что некоторая эволюция пройдет, потому что многие корпорации так развивались, начинали с того, что Apple тоже первый iPhone когда пришел, там были приложения, которые только Apple разработала. Мы со своей стороны, вот мы сейчас очень активно думаем над тем, мы уже как бы в свою систему пустили весь ритейл, то есть все, кто хочет, они могут становиться участникам нашей огромной вот этой халвы системы лояльности фактически получать большую долю кошелька наших клиентов. Сейчас мы думаем над тем, как эту систему сделать доступной клиентам всех банков. И это то, что у нас на повестке, то, что для нас наверное такая самая важная задача новая, потому что ну вот да, я сказал, что мы на стороне поставщиков как бы всех пускаем, 200 тысяч магазинов, пока мы еще не умеем действительно предоставить возможность покупать в рассрочку клиентам всех банков. Мы это сделаем и на этом сильно сосредоточены. Халва. Зачем вы раздаете деньги бесплатно? Нет, ну это не бесплатно, это магазины оплачивают проценты за наших клиентов. Зачем они это делают? Потому что у нас специфические группы пользователей, они готовы несколько менять свое поведение клиентское для того, чтобы получать максимальные рациональные выгоды. То есть кредитка это что такое? С одной стороны всех тошнит от этих процентов, потому что надо платить и платить и платить и вот это ощущение кабалы, оно однозначно есть. С другой стороны ну как бы людям удобно. Хочу тут, хочу там, везде купил, не думаю что мне там выгодно, не выгодно. То есть рациональное поведение не то что отсутствует, но оно не самое рациональное, скажем так, люди не ищут для себя самой большой выгоды. Вот наши клиенты, они все-таки у нас основные люди средний доход, ниже среднего, им важна каждая копейка, они считают соответственно, для них важно действительно получать максимальную выгоду от той карты, которой ты пользуешься. Халва приносит вам деньги? это убыточный проект. прошлого года, но мы очень много в это вложили и соответственно у нас еще как бы банк же хитрая такая организация, у нас, как я говорю, вложили, но по ментально для нас, как для предпринимателей, вложили, а с точки нашей отчетности это просто, ну как бы уменьшилась наша прибыль. Получалось, что Халва там с одной стороны наше было там главное конкурентное преимущество, которое росло, а с другой стороны в это же время получается, ну как бы оно ухудшало нашу отчетность. Мне казалось, что в какой-то момент вы хотели даже ее закрыть, но это может быть мне казалось, нет? Ну да, как раз Ростех потребовал, чтобы мы до того, как они нас купят, все закрыли. Нет, это не сплетни, это мне казалось просто. Нет, конечно. В той же статье, с которой мы начали интервью в журнале Forbes, было написано, что вы большой сторонник полиграфа. Да. Меня это страшно поразило. То есть вы можете доверять только людям, которых вы прогнали через полиграф? Вообще не так. Вообще, полиграф совершенно другая роль. Полиграф нужен не работодателю, полиграф нужен сотруднику. Дело в том, что когда возникает ситуация и на сотрудника падает определенное подозрение, вот тех компаний, где полиграф не используется, как правило, от этих сотрудников просто избавляют. Ну, как бы так, сяк, там, еще как-то. ты же не можешь избавиться от чувства недоверия. А когда человеку есть возможность пройти полиграф, у нас большинство полиграфов приводит к тому, что никаких подозрений нет к сотруднику. Ну, например, сотрудник допустил какую-то ошибку при выдаче кредита. Мы знаем, что там, ну, 7 раз там из 10, это неумышленно, 8 раз, это неумышленные вещи, которые нормальный операционный риск, но банк не может никогда, никак, нигде не ошибаться. То есть, и хорошего сотрудника, расставаться с ним, потому что он что-то не так сделал, это плохо. Вот, но тем, и бывает даже, что у него концентрация какая-то, там, два или три раза за год мы видим какую-то штуку. И что тогда делать? Переучить, там, депримировать и оставить, и наоборот, за одного битва, двух небитов дают? Или это, ну, как бы внутренний мошенник, который работает на свой карман? Ну, мне дают человеку возможность пройти полиграф и фактически, ну, просто реабилитировать своими нормально. Поэтому, это совершенно иной подход, это не подход, который показывает недоверие к людям, это подход, который дает возможность всегда сохранять доверие, даже когда у сотрудника складывается какая-то сложная ситуация. То есть, вы их не тестируете, там, раз в месяц всех поверят? Да нет, конечно, боже упаси, мы применяем полиграф, нет, мы не берем полиграф, мы ничего не делаем при приеме на работу, никаких нет полиграфов, мы не тестируем просто так, потому что случайной выборкой, там, не люблю неудачников, как в анекдоте, вот, нет, мы применяем полиграф в сложной ситуации, когда стоит вопрос о том, ну, как бы фактически человек, там, не знаю, украл, нарушил грубо какие-то интересы, банка, вопреки всех инструкциях, осмысленно, допустил ли какую-то, ну, действительно, там, не знаю, начал употреблять наркотики, например, ведет себя неадекватно, ну, 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 бывают же такие ситуации, мы же не можем, прям, позволить, чтобы люди, там, допустим, с хорошими зависимостью управляли деньгами клиента, вот, но возникают какие-то сомнения, донос на кого-то написали, ну, бывает такая ситуация, и вот тут очень важно, потому что, ну, как к этому относиться, игнорировать мы не можем негативную информацию, сразу говорить так, он, что-то там про кого-то мы узнали, давайте всех выгоним, или там, решим прав, или отодвинем на задний план, так тоже нельзя, полиграф помогает очень сильно, как раз избавиться от всяких слух, сплетен, подозрений. А доносчика тоже прогоняете? Доносчика? Да, если не анонимно. А своих детей бы вы прогнали на полиграфе? Ну, сложно представить конкретную ситуацию, то есть, скорее нет. Ну, у вас маленькие еще, по-моему. Во-первых, маленькие, во-вторых, ну, это же другое все-таки, тут бизнес, он состоит еще из некоторой ответственности, ты, ну, как бы должен делать правильные какие-то вещи, которые, может, тебе там и не нравятся особо, вот. Детни другие отношения, дети нуждаются в бизнесе, безусловной любви, ну, как бы, доверие по умолчанию. И когда ребенок тебе врет, ты же его видишь все время, ты как бы понимаешь, ну, маленький, да, а вот подростки уже сложнее. Ну, тем не менее, как бы, это твоя задача, как родители, ну, как бы, не использовать твое доминирующее положение, там, какой-то пройдит полиграф, там, или что-то. Ну, в принципе, в какой-то ситуации, на самом деле, ну, предложить. А вам вообще сложно доверять людям? Сложно доверять? Если только не кредиты. Вот. До того, как они, ну, первый раз подводят доверие. Ну, то есть, у меня, так, до первого раза. А что вы не простите? Не прощу, что? Ну, просто, если человек, как бы, не, 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 так сказать, его работа уменьшает доход банка, или он не извлекает полностью свои позиции, всю пользу, я не то, что не прощаю, но я прощаюсь. В этом случае он потеряет ваше доверие? Недоверие, он просто работу потеряет. Я увольняю достаточно, ну, так, как только у меня есть ощущение, что, ну, человеку не получится на этой позиции создавать максимальную пользу, я спокойно расстаюсь. Вы не рефлексируете на тему, что вот, человек, дети, что что? Я, знаете, я рефлексирую на другим образом, то есть, например, когда я прощаюсь с людьми, которые, там, 10, 15, 20 лет со мной отработали, я просто заплачиваю большое выходное. То есть, у меня в этом смысле, у меня ответственность за, чтобы все работало эффективно. Рефлексия выражается в выходных пособиях, а не в том, что я, там, даю, там, 5, 10, 20 шанс. Расскажите про Витясяна. Он же ваш приятель. У нас хорошие отношения. Человек, в общем, потерял всеобщее доверие за последний год. Вы на чьей стороне в этом конфликте? Это сложный конфликт, я скажу почему. Дело в том, что он, этот конфликт, он начался с того, что были косяки в одном банке и в другом. Это, ну, как бы, можно, ну, это такой секрет Полишинели, но мы понимаем, что вопросы к качеству активов и в банке Юнио Астрова, и в банке Восточной до слияния были. То, как конфликт потом разросся, это печальная, конечно, история, вот, но, давайте так, чтобы я умеренно как-то это все прокомментировал, не лез слишком глубоко. Я, в принципе, вполне понимаю одну и вторую сторону. У меня хорошие отношения и с одной стороной, и с другой стороной. Мне жалко, что конфликт перешел в уголовную плоскость, это действительно нехорошо, но все те, кто считают, что, там, не знаю, а ведьсян вообще из чадия ада, он полностью все не прав, все не так. Именно так все считают. Ну, пусть тогда посмотрят решение, например, британских судов, решение кипрских судов. Ну, хорошо, не нравится наше правосудие, ну, посмотрите, что решали в других странах по этому спору. В общем, она ситуация более сложная. Не всегда, когда происходит какой-то конфликт, кажется, черное и белое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова